Есть последователь смыслов, которые вы транслируете постепенно. Об этом сейчас поговорим. И то, о чем мы всегда говорим, это когда я записывал урок по взаимодействию с экспертом, я говорил про то, что важно декомпозицию делать. И важно смотреть на роме. Роме – это return on marketing investment, то есть возврат на маркетинговые инвестиции. То есть вы вложили в рекламу 100 тысяч рублей, получили 500. Соответственно, у вас роме 500 процентов, то есть вы в 5 раз больше получили. И самое важное – это научиться декомпозироваться. Доход еще состоит. То есть смотрите, на этом экране есть потенциальные клиенты, которых мы привлекаем, и мы заводим их в воронку. И воронка – это, соответственно, либо переписка и переписка, либо это автовебинар, либо вебинар. То есть вы человека заводите, вы его привлекаете на какую-то пользу. Дальше ему даете больше осведомленности, это слово «awareness», когда он такой, уже у него больше понимания. Потом, когда у него есть понимание, у него появляется интерес. Потом он принимает решение, что ему это… он хочет дальше идти. И он делает действия и, к примеру, оплачивает. Вот. То есть это вот воронка. И давайте рассмотрим эту воронку. Вот смотрите, что важно понимать. Лид-магниты, которые мы сейчас вам проговорили, они вот, надеюсь, вы видите, где я вожу мышкой, то есть вот этот вот блок. Давайте его покрасим прям другим цветом. Это блок, о котором я сейчас говорю, это лид-магниты, да. Но важно понимать, что лид-магниты, они сами собой не живут отдельно. Они живут во связке со всей воронкой. И вам нужно понимать, что когда вы пишете какой-то рекламный пост, либо когда вы пишете сообщение друзьям, чтобы они подписались на ваш лид-магнит, чтобы они там написали вам в личку, вам нужно уметь, ну, правильно доносить смысл. Зачем человеку лид-магнит? А когда человек получает лид-магнит, вам нужно дать то, что, ну, как бы, вам не нужно его перекормить, да. Помните про требования к лид-магниту. Лид-магнит, он скорее должен, ну, вкусить вкус, заинтересоваться еще больше и пойти за следующей дозой. Поэтому вот есть такой показатель, как в рекламе. Если реклама хорошая, то у нее низкий кост-пер-клик. Это стоимость клика. То есть, ну, условно, человек вот нажимает на рекламу, да, и вам это нажатие стоит денег каких-то. Вот в первом этапе, когда вам нужно учиться без денег все это делать, соответственно, это друзья, ваши соцсети, у вас кост-пер-клик является ноль. Но все равно, к примеру, из ваших, там, 500 подписчиков, сколько людей перейдет, сколько людей прочитает. Вот. Еще, кстати, один из лид-магнитов, это то, что я говорил, это писать личные сообщения. В том числе можно писать не только с теми, с кем вы и так на связи, но и с теми, кто на вас подписан, вы можете вообще написать. Привет, вот я сейчас знакомлюсь со всеми подписчиками, а ты кто, там, какой у тебя интерес, куда движешься? Вот я, там, движусь в сторону йоги, вот, и оно, но, опять же, помним, что йога никому не интересна, а йога интересна, ну, которая решает конкретную проблему. Я вот двигаюсь в сторону йоги для похудения, либо в сторону йога-терапии спины, вот. И таким образом вы можете, ну, писать своим подписчикам и друзьям, вот, такое делать, ну, условно, такую непрошенную рассылку, но под эгидой того, что давай познакомимся, я готов тебе быть полезным. Соответственно, и в зависимости от того, насколько релевантна реклама, потому что реклама может быть очень широкая, да, самая, там, в интернете дешевая реклама – это секс, потому что многим людям, вот, просто, на ней есть потребность посмотреть порно. И реклама в порно очень дешево, но релевантна ли там аудитория? Хочет ли человек во время просмотра порно, там, получить уроки по йога-терапии спины? Небольшой процент людей. Соответственно, и поэтому важно понимать, ну, и релевантность площадки, где вы рекламируете, и релевантность сообщения, вот. Но и для этого как раз-таки нужно вот этот тестовый запуск делать с близкой вам аудиторией, с которой вы можете общаться, и с ней нужно больше переписываться. Дальше, соответственно, в зависимости от того, насколько вы зацепили свои личные истории, у нас будут отдельные уроки по тому, как создать такую историю, которая цепляет, которую люди помнят. Потому что у вас интересных много историй в жизни, вы просто сами их не помните, вы их сами не знаете, вы их недооцениваете. Но когда вы научитесь их рассказывать, интересно, люди будут вас помнить по этим историям. Даже те, которые вас не знали, но прочитав вашу историю, они потом будут вас помнить, потому что люди помнят истории. Вот. И, соответственно, если их это зацепит, то дальше вся открываемость ваших сообщений, если лично, к примеру, в социальных сетях переписываетесь с ними, либо в WhatsApp, либо вообще письма, либо Telegram-каналы, люди будут, в зависимости от того, насколько вы умеете хорошо владеть словом и насколько вы умеете держать людей в внимании через слово, соответственно, у вас будет либо высокая, либо низкая открываемость ваших сообщений и писем. Но важно еще не просто, чтобы они открыли, да, не важно, чтобы они не только прочитали, но чтобы они еще и кликнули. Поэтому тоже важно призыв к действию тоже правильно делать. Этому мы тоже будем учить. Соответственно, и дальше вам нужно, соответственно, когда… Ну и это все, все эти этапы, они, как правило, стоят каких-то денег. То есть на начальном этапе, когда вы не вкладываете в верхней части воронки деньги в рекламу, то получается, что у вас нулевая себестоимость – это классно, потому что нулевая себестоимость все равно ваш труд. Поэтому все равно нужно оценивать, много людей открывает письма, много людей нажимает на ссылку, много ли людей из тех, кто изначально зарегистрировался, пришли к вам на варафон, пришли к вам на вебинар или записались на консультацию. И в результате, после консультации, для чего бесплатная консультация проводится? Есть две причины. Первая – это чтобы наработать, набить руку, чтобы повысить свою уверенность. И второе – чтобы, соответственно, потом продать платную консультацию. Поэтому, в конце концов, у вас есть цена покупки, и она измеряется либо во вложенных деньгах рекламу, либо и в вашем времени, либо только в вашем времени, если вы пока не вкладывались в рекламу. И вот декомпозиция, она строится следующим образом. Соответственно, стоимость клика в рекламу, вот я вам сейчас показываю одну из наших воронок, по-моему, воронок по личному бренду, соответственно, стоимость клика – 86 рублей. Конверсия посадочной страницы – 36 рублей. То есть, лид-магнит – 36% людей скачивают. Стоимость регистрации – 237 рублей. Соответственно, доходимость до вебинара – 39%. Стоимость посетителя вебинара – 600 рублей. То есть, все люди, которые ежедневно на вебинаре, к примеру, 100-200 человек, они стоят 600 рублей в среднем. Конверсия вебинара в заявку – почти 4%. Значит, стоимость заявки уже 15 тысяч рублей. То есть, это значит, что человек еще не купил, а я на него уже пытаться 15,5 тысяч рублей. И дальше конверсия в покупку – 54%. То есть, всех, кто подал заявку, только из всех, вот из 100 человек, к примеру, подавших заявку, только 54% покупают. Это значит, что стоимость покупки у меня уже увеличивается до 29 тысяч рублей. Но так как курс дорогой – 87 тысяч рублей, то получается, что у меня маржа, ну, это такая грязная прибыль – 57,9 тысяч рублей. Об этом всем это, возможно, сейчас выглядит, типа, блин, что за цифры. Декомпозиция очень важна, поэтому про эту декомпозицию мы будем вам рассказывать время от времени. По сути, вот вы видите декомпозицию сейчас в цифрах, стоимость клика по рекламе, стоимость регистрации на лид-магнит, стоимость соприкоснования с вебинаром, либо с марафоном, либо с вашей консультацией. Дальше кто потом потенциально раздумает о покупке, какой процент людей оставляет заявку и думает, купить или не купить. И тех, кто покупает, соответственно. И вот здесь, ну, это все то же самое, но в визуальном формате. И если этих два слайда сложить, то вы получите, ну, единый слайд. Возможно, в следующий раз, когда я вам декомпозицию буду делать, я прям их наложу. Вот сейчас я больше вам, так как я про декомпозицию вам рассказывал и показывал этот слайд в уроке взаимодействия с экспертом, когда вы эксперту объясняете финансовую модель, то сейчас я больше для вас это, ну, еще раз ввожу вас в материал, чтобы вы каждый раз начинали думать о декомпозиции и о том, какие конверсии, на каком этапе воронки. И сейчас я это вам рассказал еще и потому, чтобы вы понимали, что ритмагнит – это одна из начальных этапов, но ее еще важно правильно описать на этапе призывов. И важно потом дальше, чтобы те люди, которые подписались, чтобы им было интересно вас читать, интересно было там или консультироваться с вами. То есть и показатель того, что вы все правильно делаете – это вот эти проценты, они у вас от месяца к месяцу должны расти. То есть вы должны что-то доработать, какие-то слова доработать через АБ-тест в вашей рекламе. Вы какие-то слова, сообщения, там, визуалку можете доработать в вашем ритмагните. Дальше в том, что после литмагнита идет цепочка подогрева, либо в переписке, либо в предвебинарной цепочке, которая ведет человек к вебинару. То есть в зависимости от того, сколько человек доходит до консультации, или сколько человек доходит до вебинара, или сколько человек доходит до марафона, или по урокам идет, если у вас уроковая цепочка. Соответственно, вам это все нужно считать и оценивать. И на десерт интересная история сегодняшнего утра. Я готовился около четырех часов к этому уроку, и в конце отправил нашему методологу презентацию, и родилась идея в переписке с методологом, как ускорить отдел методологии. Ну, естественно, вот вы только начинаете, у вас нет отдела методологии, и методолога нет. Но тогда вы сам себе методолог, и вопрос, вот как ускорить себя, если вы сам себе методолог, и эксперт, и маркетолог. Вот то, чему мы учим, это бизнес наоборот, это продавать то, чего еще нет, и потом это доставлять. И вот переписку я вам показываю. Соответственно, у нас есть с вами в акселераторе библиотека успешных вебинаров наших резидентов. И я такой пишу и думаю, пишу нашему руководителю методологии, и я думаю им, то есть, ну, резидентам, можно сделать библиотеку литмагнитов всех резидентов, и там указывается конверсия этих литмагнитов. То есть тот литмагнит, который хорошо сработал, мы его показываем, и основываясь на нем, можно делать что-то похожее. А в уроках я расскажу принципы, чтобы поменьше показывать примеров в уроке. Важно же понимать, что их очень много, их может быть сотни, и было бы хорошо иметь там статистику по ним, и лучше, чтобы это сделали, ну, резидент, такую базу знаний дать. Вот база знаний по вебинарам хорошо работает. И Аня пишет, крутая идея, и говорит, да, давай так и сделаем. То есть я расскажу про принципы и совсем немного примеров. Основные примеры будут в библиотеке. Но Аня говорит, только это не говори им, что у нас это уже есть. А мы часто в вебинарах, продающих еще в чем-то, вот что мы хотим, чтобы было, мы говорим, что это уже есть, потому что мы продаем то, что потом хотим, чтобы было. Соответственно, и она говорит, только не говори. Я сначала говорю, хорошо, а потом Аня пишет, а то придется в срочном порядке собирать эту библиотеку. Я думаю, о, срочный порядок, это хорошо. Пообещаю, это сделаем, тогда быстрее сделаем. К сожалению, это работает, подтвердила Аня. Я поставил смайлики и сделал этот слайд. И этим слайдом я с вами делюсь больше как такую внутреннюю кухню, как мы работаем. И это, я считаю, очень здорово и правильно. То есть суждается идея, и эта идея прямо внедряется. Поэтому, ребята, ждите. Скоро у нас появится библиотека лид-магнитов, успешных лид-магнитов наших резидентов. В том числе, надеюсь, у вас будут классные лид-магниты с высокой конверсией после таких уроков, которые мы вам даем. И ваши кейсы будут, ваши успешные лид-магниты будут в библиотеке. Спасибо большое за то, что были вне.